Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Прекрасно. Ну что ж, давайте тогда приступим к нашему сегодняшнему вебинару. Сегодняшний вебинар буду вести я, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. Прежде чем мы приступим к нашей сегодняшней теме, я хотел бы рассказать вам о тех вебинарах, которые нам предстоят. Во-первых, те, кто пришел в чат совсем недавно, я прошу перемотать чат в самое начало. Там вы увидите ссылку на расписание наших вебинаров на текущее полугодие. Вот в этом расписании вы можете как записаться, зарегистрироваться на наши вебинары все вплоть до июня месяца этого года, так и посмотреть записи вебинаров, которые уже прошли с начала этого года. Кроме того, там есть ссылка на наш видеопортал в YouTube, где хранятся записи всех наших вебинаров, а также записи учебных роликов. Этой ссылкой я вам предлагаю воспользоваться для того, чтобы подписаться на наш видеопортал и получать всегда свежую информацию о нас. Сейчас я хочу вам представить один из наших ближайших вебинаров, который должен состояться 14 марта. Будет он называться так достаточно провокационно. Сейчас я его помещу. Этот вебинар проведет генеральный директор компании Директ Медиа Константин Николаевич Костюк. Должен быть достаточно интересный вебинар, на мой взгляд. Ну и вот ссылочка на... Одну минутку. Ссылка на регистрацию в этом вебинаре будет вот такая. Можете это сделать, кому интересно, прямо сейчас. Теперь относительно нашего сегодняшнего вебинара и относительно вообще нашей системы вебинаров. Все присутствующие здесь на вебинаре получат электронный сертификат об участии в вебинаре. Вам на ту почту, под которой вы зарегистрировались на вебинаре, придет ссылка. По этой ссылке надо будет перейти на наш портал, там зарегистрироваться, и после этого вы получите доступ к скачке, ссылочку на скачку, на скачивание вашего именного сертификата с подписью, печатью, который можно распечатать и повесить над собой, если вам так нравится. Одно только хочу сказать, что чтобы ваш именной сертификат был бы правильным, вам надо вот сейчас зарегистрироваться под фамилиями отчества, без сокращения, без русскими буквами и так далее, чтобы все было так же, как при вашей регистрации, иначе у вас не получится нормального сертификата. И еще одно. Сегодня у нас в разделе ресурсы доступно три документа для скачивания. Это две презентации, которые сегодня будут, и документ, который поясняет, как загружать дипломы в ЭБС Книгафонд. Те из вас, кто хочет воспользоваться этими материалами, на всякий случай еще раз объясняю, как это сделать. Я это почти всегда делаю в начале наших вебинаров. Вот примерно в этом направлении находится ряд кнопочек у вас. Поднятая рука, смайлик, и третья кнопочка в виде такой желтой папочки открывающейся. Вот если на нее нажать, то откроется окно ресурсы, и в этом окне будет находиться три ссылки и три файла для скачивания. Для того, чтобы скачать файлы, надо нажать на пиктограммку в виде дискетки. Обращаю ваше внимание не на название файла, а именно на эту пиктограммку, на дискетку, и тогда вам будет предложено скачать эти материалы на ваш компьютер. Ну что ж, а теперь давайте приступим, собственно, к нашей сегодняшней теме. Книгофонд ЭБС, который входит в состав, является электронной библиотечной системой компании Директ Медиа с декабря 2015 года, то есть уже больше года. Это наша вторая электронная библиотечная система. Как известно, наша основная ЭБС – это университетская библиотека онлайн. Ну вот так получилось, что сейчас в нашем составе находятся две ЭБС, и Книгофонд мы позиционируем как систему простую для освоения, очень простую для студентов и достаточно богатую своим контентом. В настоящее время в ЭБС Книгофонд находится более 170 тысяч книг, точнее 171 с хвостиком тысяча книг. В ЭБС представлено как традиционный базовый набор книг, так и совершенно новые учебники, и постоянно подключаются новые издательства. Вот часть из них, только хочу перечислить, это Высшая школа экономики, издательство Высшей школы экономики, Владос, Химиздат, Белый город, Сибирская благозвоница, Акватерем, Книжный мир, Белорусская книга, Высшая школа – это белорусское издательство, издательство Института философии Иран, Языки славянской культуры, ну и много-много новых других издательств тоже за последнее время в составе Книгофонда появилось. Давайте мы разделим сегодняшний вебинар на две части. Сначала я Вам расскажу про то, как видит Книгофонд Ваш студент, и после этого немножко поговорим о том, как видит Книгофонд библиотекарь, который заходит со стороны административного управления, и что он видит в своей админке. Давайте я тогда подгружу презентацию. Одну минутку. Вот эта презентация, которую я Вам предлагаю скачать тоже, она носит характер такой инструктивный, поэтому, да, она обновлена на сегодняшний момент времени, и я Вам ее предлагаю скачать, потому что она носит не только презентативный характер, но и по ней, собственно, можно освоить сам Книгофонд и раздать эту презентацию Вашим студентам, для того, чтобы они тоже в качестве инструкции получили представление о том, как работать в этой электронной библиотечной системе. Прежде всего, в Книгофонд можно зайти при помощи, не зайти, а заакцептоваться при помощи карты. Вот такой вот. Да, кстати, я хочу обратить внимание, что у нас сегодня в чате присутствует менеджер директ-медиа, который занимается конкретно Книгофондом, это Алексей Архангельский, и если кто-то хочет, может задать ему вопрос прямо в чате. Возможно, какие-то вопросы ко мне я переадресую к Алексею как к главному носителю знаний по Книгофонду. Итак, зарегистрироваться в Книгофонде можно тремя разными способами. Во-первых, зарегистрироваться по IP-вуз может, и после этого, то есть по IP-адресу, после этого из стен вуза студенты могут зарегистрироваться, зарегистрировать свои личные данные, и после этого иметь доступ ко всем с любого места, где есть интернет. Второй способ – это регистрация по вот такой вот карточке, которая может осуществляться с любого места. Эти карточки раздаются студентам, и они могут их использовать с любого места для регистрации. И третий путь – когда вот эти же данные, которые есть на карточках, они просто присылаются в вузу в виде Excel-файла, и регистрация происходит массовым характером при помощи вот этого Excel-файла. Для того, чтобы работать с Книгофондом, нужно совсем немного. Во-первых, компьютер со входом в интернет. Один из современных браузеров. Как видите, тут широкий набор браузеров. Интернет-эксплорер, Chrome, Opera, Safari, Firefox. Любой из них. Но желательно иметь актуальный браузер, то есть обновленный, а не какой-то там предыдущей версии десятилетней давности, который может, конечно, и плохо себя повести с данной системой. Но такие браузеры вообще лучше в системе не иметь. И всегда иметь обновленные браузеры. Кроме того, должна быть подключен к браузеру плагин Adobe Flash Player версии 10 или выше. Ну, как вы знаете, практически каждый браузер следит за тем, чтобы его Flash Player был бы обновлен и периодически сам его обновляет. Поэтому надо просто следить, чтобы в тот момент, когда вы работаете с Книгофондом, Flash Player был бы включен. Ну, и с мобильных устройств тоже возможно доступ к Книгофонду. При этом наличие Flash Player не обязательно. Вот так выглядит главная страница. Сейчас мы немножко разберемся с ней. Но тут, по сути дела, особого-то выбора нет. Сразу можно приступать к выбору нужной книжки либо посредством поиска, либо посредством рубрикатора и непосредственно к ее чтению. Ну, несколько слов о регистрации. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно нажать на кнопку регистрации в правом верхнем углу. После этого, да, ну, прежде всего, конечно, вы просто переходите на наш сайт www.knygafond.ru открывается вот это окошко, переходите к регистрации. В окне регистрации вы можете просто зарегистрироваться или зарегистрироваться и сразу получить доступ по карте доступа. если нажать вот это вот, взвести вот эту вот галочку. Обращаю ваше внимание, что не обязательно сразу вводить данные карточки, можно просто зарегистрироваться и в этом случае вы уже имеете доступ к своему личному кабинету, можете откладывать книги, но единственное, что вы не получаете доступа к полной версии книг. Так что регистрацию и разрешение на чтение книг можно получить в разное время. Зарегистрироваться можно вообще. Просто в любое время и любой человек может зайти в систему и зарегистрироваться и начать пользоваться книгофондом хотя бы в части поиска какой-то литературы. После того, как вы зарегистрировались, вы нажимаете на кнопочку «Вход» вот здесь вот и входите под своими учетными данными в систему. Заполняете логин и пароль и входите под своими данными. Вы можете восстановить пароль, но вот здесь так подробно я не буду вам рассказывать, что делать, если вы забыли пароль. Это обычная вещь для любого портала. Ну вот, повторю здесь, если вы не активировали свою карту во время регистрации, вы можете это сделать в любое удобное время. Для этого можно войти на сайт под своим логином и паролем и нажать на кнопку «Активизация карты доступа» на главной странице сайта. Да, ну и далее вводите свои данные. Как можно работать, собственно, с книжками? Ну, прежде всего, можно искать книжки по разным параметрам. Первое – это по дисциплине. Понятно, что распределение книг по дисциплине – это некое такое приблизительное деление. Дисциплин в вузах может быть очень много, они могут называться по-разному, но тем не менее основные дисциплины, конечно, они остаются прежними, там математика, физика, химия, а все остальные дисциплины, они достаточно хорошо ищутся по своим синонимам, и доступ к книжкам по дисциплине – это один из самых понятных и удобных способов поиска. Также можно выбирать книжки по кодам АКСО. Ну, их сейчас в новой нотации, там 51 крупная группа АКСО. Можете искать по УГС, по ББК. Сейчас вот, вот здесь вот показан доступ к рубрикатору по рубрикам ББК. Они здесь вот представлены в алфавитном виде. Ну, и, да, отдельно еще хочу сказать, что еще можно производить поиск по книжкам для СПО, для средних специальных учебных заведений и отдельно поиск для книжек для аспирантуры. При попадании в отдельный раздел вы можете также скачать, ну, во-первых, попадаете в полный список книг, и после этого вы можете этот полный список книг скачать в Excel и потом работать уже с ним в Excel и как-то отбирать, что-то с ним делать. Это всегда удобно иметь информацию в виде таблицы, где операции более, более расширенные, чем по сравнению с любым веб-интерфейсом. Ну, и, разумеется, в любой информационной системе современной, особенно в контентной системе, самый главный вид доступа к ресурсу – это поиск. Когда в системе 170 тысяч книг, конечно, удобнее всегда искать поиском, потому что любой рубрикатор будет ну, либо неполным, либо в нем будет большое количество подрубрик, в которых можно заблудиться, особенно студенту, который еще не имеет навыка хорошего работы с рубрикатором. Поэтому, конечно, поиск – это самый удобный способ воспользоваться ресурсами, найти свою книжку. Ну, и поиск есть как обычный, так и расширенный. В расширенном поиске можно искать по названию, по автору, по издательству, по периоду года издания от такого-то года до такого-то, по ключевым словам или по фразе в тексту книги. Ну, и можно выбрать совпадение слов. Вот здесь три вида. Любое из слов, все слова в любом порядке и точная фраза. Ну, конечно, по умолчанию здесь стоит любое из слов. Это такой достаточно широкий, вызывает широкую выдачу. Если вы знаете точную фразу, ну, тогда вы должны быть уверены в этой точной фразе, то, конечно, лучше выбрать ее и сразу круг поиска сузится до нескольких нескольких вариантов. Это достаточно удобно. После того, как вы нашли свою книгу, вы можете ее либо сразу начать читать, если у вас уже есть доступ к этой книжке, либо добавить на книжную полку, на свою полку. Возможно, у вас будет такой стиль поиска, когда вы сначала найдете две, три, там, десяток книг, отложите их на полку и только после этого начнете их читать. Ваша полка доступна тогда, когда вы зарегистрировались в системе. Даже еще не обязательно активировать свое участие в системе, уже доступна книжная полка. Вот. И книжная полка привязана к вашему аккаунту. Таким образом, выходя из системы, вы не теряете книжки на книжной полке. Потом, после того, как вы войдете через некоторое время, эта книжная полка сохраняется. Более того, даже в если какое-то время вы были не подписаны на систему или ваш вуз не был подписан на систему, то при повторной подписке, при повторном входе все сохраняется, ваша книжная полка опять доступна вам. Да, ну и вот тут видно, что в вашем личном кабинете вам доступна ваша книжная полка, с которой вы можете в любой момент книжку взять и почитать. Ваш личный кабинет, он включает как раз ваши настройки, фамилии, имя, отчество, вашу книжную полку, сведения о вашей подписке, когда завершается ваша подписка, ну, ваша или вашего ВУЗа, ну, а также конспекты, которые вы можете создавать в процессе чтения книг в ВБС. Вот примерно так выглядит читалка книгафонда, она достаточно простая, здесь, правда, к сожалению, немножко устаревший вид читалки изображен, но сейчас вот эти вот инструменты, они сдвинуты в левый край, вот сюда, вот так вот, вот, но практически все осталось неизменным, и как в любой читалке, собственно, внешний вид читалки, он определяется, он достаточно обычен, и мы привыкли к этому внешнему виду хотя бы по такой программе, как Adobe Reader, который предоставляет возможность чтения различных документов в стандартном виде, и все те же возможности есть и в читалке книгафонда, это выбор страницы, переход вперед-назад, выбор конкретной страницы, можно сделать закладочку вот здесь вот, когда вы нажимаете на эту кнопку, и вот тогда вот здесь появляются закладки, вот в виде таких вот изображений, чуть позже вы увидите, а также целая группа кнопок, которые управляют масштабом, выравниванием, увеличением, уменьшением, можно разверстать книжку по ширине либо по высоте, либо перейти в полноэкранный формат чтения книги, ну, особенно это полезно для тех, у кого не очень хорошее зрение, или кто привык читать крупно, вот, ну, собственно, вот и все, а больше особенно ничего и не надо, ну, и в этом режиме есть еще режим, да, вот тут показано, как будут выглядеть закладочки, да, вот так вот, их можно сделать несколько, они вдоль левого края книги создаются, и на них можно нажимать и переходить на ту страничку, которая вам интересна, да, собственно, на этом слайде как раз показано, как работать с теми кнопками, о которых я говорил, да, ну и плюс, да, плюс вот эта вот кнопочка книжная полка, на которой вы, в которой вы можете перейти не только из личного кабинета, но и прямо из вашей читалки и таким образом переключаться между разными книгами, которые положены на книжную полку. Кроме того, вы можете создавать конспекты внутри книга фонда. Ну, конечно, формирование конспектов внутри веб-системы это такая операция на любителя. Честно говоря, я бы, конечно, предпочел доверять конспект скорее офисному программному обеспечению, такому, как там Word или где-то еще в привычном вам редакторе делать, но вот практически в любой ЭБС есть такая функция, как конспектирование. Для этого вы сохраняете определенные цитаты из прочитанных вами книг и после из этих цитат производите соответствующую работу по конспектированию, по составлению ваших рефератов или эссе или каких-то работ, которые требуют ссылок на прочтенные вами книги. При этом в вашем конспекте сохраняются в списке литературы сохраняются те книги, которые вы читали и на которые вы сделали с которых вы, собственно, и делали цитаты. Надо отметить, что цитирование оно ограничено некоторыми вполне естественными ограничениями, такими, как примерно около 10% размера всей книги. Это связано с авторскими правами. Как вы понимаете, нельзя процитировать всю книгу вообще, да? Но этого вполне достаточно для того, чтобы работать, собственно, с конспектом и создавать такие конспекты, которые нужны в процессе обучения. да, ну вот тут как раз показывается, как это делать. Есть вот такая кнопочка с изображением цитата, с изображением кавычек, при помощи нее можно помещать выделенный текст в ваш конспект. Да, ну еще раз хочу сказать, что конспекты, они хранятся в вашем личном кабинете столько времени, сколько существует ваш логин и пароль, сколько существует ваш аккаунт, и в любой момент вы можете вернуться к любому своего конспекту из личного кабинета, продолжить в нем работу, дополнить его или отправить на печать и так далее. Да, ну вот как раз про это здесь и говорится. Кроме актуальных учебников, с которыми происходит основная работа студентов в электронной библиотечной системе, в книгофонде есть огромный корпус классической литературы и букинистической литературы. Это неправная литература, на которую можно в том числе и скачивать в отличие от учебной литературы, и которой можно производить доступ при помощи вот этих двух вкладочек классика книгофонда и букинистическая литература. Ну, тут достаточно простой доступ по векам, по алфавиту, ну, и, конечно, на все эти виды книг тоже действует поиск, по которому можно искать. Ну, и вот так вот букинистическая литература, для ее выбора есть отдельный вот такой вот красочный мультимедийный рубрикатор, в котором по горизонтали расположены века, по вертикали разделы, такие как история, литература, религия, наука, техника, экономика, искусства, права, философия. И еще раз хочу сказать, что книгафонд, он это ЭБС, в котором вот эти виды литературы, они исторически представлены наиболее полно и достаточно большой объем букинистической и классической литературы представлен в нашей ЭБС. ну вот собственно все по тому, как я сказал, ЭБС достаточно простая и каких-то заковыристых функций в ней нет, все, что надо, поиск, чтение, конспекты и практически все. И сейчас мы, да, ну и для пользователей ЭБС действует техническая поддержка, вот она, обращаю ваше внимание, тут вот новые телефоны наши, бесплатный телефон доступа к тех поддержке, который можно использовать, ну и разумеется, по вот этому адресу можно обратиться по электронной почте и получить консультацию. Ну и давайте вернемся к вопросу о том, как библиотекарь видит систему книгафонд. Ну, прежде всего хотел бы сказать, что при входе вы видите информацию о своем менеджере, ваш менеджер Алексей Архангельский, как я говорил, Алексей находится сейчас в чате, и вы можете задать ему вопрос. Вот это актуальные телефоны, по которым можно связаться с Алексеем. Ну и точно так же, как и студенты, вы можете получить техподдержку по нашему бесплатному телефону вот этому и по адресу техподдержки. вижу вопрос, использование всех источников в библиотеке бесплатное. Нет, не бесплатное. Если зайдете на сайт книгафонда, вы увидите там раздел тарифы, посмотрите их. но однако для всех зарегистрировавшихся пользователей ЭБС возможно пользование неправной литературы в бесплатном режиме, насколько я помню. А учебники и прочее, вот к ним доступ происходит по платной. И если вам нужна информация более подробная, свяжитесь с Алексеем, он расскажет сколько это будет конкретно для вашего ВУЗа стоить. Да, ну и кроме того, к КБС есть доступ, можно подписаться частным образом, то есть отдельный человек может подписаться. Вот давайте я вам сейчас постараюсь прямо дать прямую ссылку на тарифы, чтобы прямо в чате чтобы вы могли посмотреть. Компьютер не позволяет сохранить файлы, презентации и прочее. Вы наверное нажимаете все-таки не на дискетку, а на не на изображение дискетки, а на изображение, а на сам файл, то есть на название. Попробуйте назвать нажать именно на дискетку и обычно никаких не бывает сложностей с сохранением. Если не получится, тогда напишите на мой адрес, я вам лично пришлю в конце презентации вы увидите мой мейл, напишите на него, я вам пришлю все материалы сегодняшнего вебинара. Итак, как только мы входим в административную часть, административная часть находится вот здесь, это отдельный адрес, если вы являетесь библиотекарем, который обслуживает ЭБС-Книгафонд, то вы заходите вот по этой ссылке, для того, чтобы получить доступ к административному управлению. Здесь тоже все достаточно просто, сначала вы попадаете в область статистики, точнее в область общих документов, вот сюда, и здесь список документов, которые загружены были в обратном порядке, чтобы посмотреть разные инструкции, приказы и так далее. Далее вы можете перейти к статистике, вот, к сожалению, здесь очень мелко, потому что это окошко разверстывается на весь экран, поэтому при помещении в презентацию это достаточно мелко. Статистики три вида, существует суммарная статистика по всем пользователям, статистика по книгам и статистика по разделам. Ну, в статистике по пользователям вы получаете информацию о том, кто как использовал систему, по номерам карточек там и по разным действиям, которые производили в системе. Всю эту информацию можно выгрузить в формат Excel, ну, практически любую статистику можно выгрузить вот в этот формат. Статистика по книгам получает, позволяет вам получить дискональную информацию о том, как книга потреблялась внутри, сколько раз она читалась, какие страницы, количество страниц, количество цитат, сделанных на эту книжку и так далее. Здесь применяется, собственно, во всех таблицах статистики применяется ранжирование, то есть на любой из этих столбцов вы можете сверху нажать и проранжировать по алфавиту по данному параметру, по названию книги, по автору книги, по разделу каталога, по коду ББК и по всем прочим параметрам. Это позволяет вам удобно фильтровать ту информацию, которая появилась в этой таблице. Сама эта таблица достаточно большая, потому что при активном чтении конечно таких строк наберется достаточно много у вас. Ну и здесь не показано, не вырезано на скриншоте, здесь тоже есть кнопочка сохранить это в Excel и можно с этим конечно работать и в Excel и может быть даже более удобно. Ну и наконец статистика по разделам. Это та статистика, которая в укрупненном виде показывает в каком в каком разделе у вас больше пользователей появилось, сколько страниц было прочтено, сколько цитат было сделано и так далее. Конечно если ваш ВУЗ например экономической направленности, то скорее всего вы здесь это и увидите. однако вы можете заметить некоторые такие вот всплески, которые могли и не предполагать и в соответствии с этим как-то пересмотреть может быть свою политику книгообеспеченности или что-нибудь такое. Ну и кроме того в точно так же как в нашей другой университетской ЭБС университетской системы заговорился в нашей другой ЭБС здесь тоже мы сделали функцию загрузки студенческих дипломов загрузки ВКР это функция отдельно платная сегодня я не буду подробно описывать этот функционал но вам в общедоступные ресурсы помещен специальный файл инструкция по поводу того как пользоваться вот этим функционалом называется этот файл сервис публикации ВКРКФ файл в формате PDF и напоминаю что он находится в общедоступных ресурсах которые вы можете скачать справа от презентации ну вот вкратце сегодня и все у нас такое краткое сегодня получился вебинар достаточно если есть какие-то вопросы ко мне или к Алексею прошу задавать их ну что ж пока я вижу вопросов нет действительно система достаточно простая этим и хороша и собственно для тех вузов для кого вот эта вот простота использования ресурсом является основным критерием конечно можно рекомендовать именно именно книга фонд мы эту систему будем продолжать развивать мы с ней это наша система и она для нас такая же как университетская библиотека онлайн будем развивать и дальше как можно получить бесплатный доступ к ресурсам ну бесплатный доступ ко всем ресурсам через ваш вуз который подпишется бесплатный доступ к остальным ресурсам тем которые не являются правными да вы можете получить просто зарегистрировавшись по адресу книга фонд.ru зарегистрируйтесь поиск пробное чтение будет вам доступно а также будет доступна вся неправная литература то есть вся классика литературная классика и вся все старые книги можно ли скачать скачивать выбранные книги выбранные книги полностью скачивать можно только те которые неправные то есть те которые входят в классику или букинистические книжки а частично посредством цитирования до 10% можно скачивать и те книжки на которые подписан ваш вуз то есть на полную коллекцию да ну соответственно пока вы в поиске доступны ознакомительные страницы разумеется да пока вы бесплатно подписаны то вам для современных книг будет доступны только ознакомительные страницы а для старых книг доступны полностью все полностью все вот вы знаете по поводу загрузки дипломных работ насколько я знаю это та опция которая производится централизованно в вузе то есть только те те кто имеют соответствующие полномочия могут загружать дипломные работы в систему ну ваши ваши потребности и ваши то что вы хотели бы видеть в вбс я прошу отправлять Алексею он это зафиксирует и наше руководство примет это к сведению если будет такая возможность то поместим конечно новый контент в систему мы собственно постоянно делаем да но обратная связь нам тоже нужна спасибо коллеги что пришли сегодня на наш на наш вебинар приходите на наши следующие вебинары у нас кроме меня огромное количество людей читает вебинары приглашенные эксперты собственно эксперты иногда единичные эксперты в данной области еще раз говорю что в начале нашего чата давайте я лучше даже повторю да для тех кто пришел позже наш полный полное расписание наших вебинаров по которому можно как подписаться записаться на все грядущие вебинары вплоть до июня месяца так и просмотреть те вебинары которые уже прошли так и вижу как подписаться на эту ЭБС Алексей ну я прошу вот ну во первых я прошу написать просто Алексею Архангельскому он ответственный за подписку на ЭБС и соответственно самую полную информацию о том как вам конкретно вашему вузу подписаться на ЭБС он предоставит если же вы хотите подписаться как физическое лицо вот я здесь привел ссылку на на тарифы вы можете это сделать просто вот как как частное лицо подписчикам ЭБС доступен книгафонд нет это разные опции они мы изначально не стали сливать эти два проекта в один просто потому что они идеологически разные вот поэтому все-таки тут различные подписные и условия разные и функционал разный поэтому мы не стали сливать вот так уж воедино это все то есть интегрировать на таком на таком уровне чтобы совсем их сливать эти две системы мы не стали чем отличается от УБО ну очень сильно отличается университетская библиотека онлайн это ЭБС с расширенным функционалом с где функционал важнее чем простота а в книгафонде наоборот скорее в в основе идеологии простота может быть иногда в ущерб функционалу но я считаю что как бы и то и другое и та и другая идеология имеет право на жизнь и в общем-то кому как удобнее ну и соответственно и различные тарифы тоже соответственно в университетской библиотеке онлайн и в книгофонде вот ну что ж коллеги спасибо за ваше сегодняшнее участие как я уже говорил все вы получите сертификаты электронные за участие в данном вебинаре спасибо вам за вопросы мы мы тогда завершаем наш сегодняшний вебинар я как всегда еще примерно в течение пяти минут останусь на линии если возникнут в чате вопросы постараюсь ответить вот приходите на наши другие вебинары мы рады будем вас видеть до свидания до свидания